Что тебе помешало дойти до финала? Каблук я, блядь. Он говорит, ты знаешь, что она замужем, типа, вообще? Этот участник, я не оглашаю имя его, конченый дебил. Привет, сегодня прыгаем с парашютом. Я говорю, конечно, да. Потому что, а внутри у меня, о, блядь, что? Нееет! Ждешь свидания, ждешь, чтобы Ксюша приехала в дом. Самая женка, я ей добьюсь. Да, да, влюбился, как конченый придурок, вообще. Иногда я делаю, ты кухню творил. Чувак, ты искренний, горжусь тобой, ты пример, а вторые, ну ты и додик. Да ладно, там договорняк, там. Я такой смотрю, думаю, понятно. По результатам проекта «Холостячка» Две пары, получается. Андрей, да, и Юра поженились, типа, знаешь, что? Только не Андрей, давай какой-то, Игорь. И не Юра, понятно дело. Я понял, суть. Я думаю, что эти имена в домах. Всем привет, это People Live. Программа, в которой всегда гости, заслуживающие вашего времени и внимания. Вместе с партнерами ЗНА, Юэй и Политека. Мы говорим сегодня с политологом. Шучу, шучу. Маркетологом. Политолог, я такой, что? Маркетолог, певец и предприниматель Андрей Шатырков. Привет, спасибо, что в студию позвал. Я очень рад, на самом деле. Просто ты участник «Холостячка». Да, я знаю, из-за этого только позвал. Не только Пэн, это хайп. Нам нужны накрученные лайки, просмотры. Да, шучу, шучу. Так, а там не надо ничего накручивать. Там, типа, десятки тысяч людей, которые сами все делают. Они сами... Для тех, кто не знает, Андрей тот человек, который на старте своей карьеры, когда начинал, участвовал в поднятии раскрутки такой звезды, как Светлана Лобода. Я прав? Мы работали с ней несколько лет. Помогал по? По digital marketing. Я чуть не сказал, помогал по накруткам. Не, не, она ничего не накручивает. Я в этом плане в том, что, ну согласись, ведь звезды шоу-бизнеса часто накручивают. Смотри, то есть есть разделение. У нас, на самом деле, у меня такой инсайт огромный, что у нас в Украине почти никто не накручивает. То есть, с кем я работал, никто не накручивает. Всем нужна живая история. Раз, два. Накрутка всегда дороже, чем живая история. То есть, что такое живая история? Это просто идти и сделать рекламу. Это дешевле, чем накрутить. Я не знаю, зачем люди накручивают что-то. Я слышал, что некоторые артисты в СНГ. Эта тема очень известна, там была в СНГ, в России, вот там была эта тема. Потому что им надо было сразу десятки миллионов, и они там какие-то Индию покупали. Вообще, эта тема, во-первых, типа нечистая, нельзя это делать. Я никогда не накручивал ничего никому. Были вопросы, запросы и просьбы даже от СНГ-шных артистов. Типа у нас выходит там песня, давай нам там. Нет, я такое не делаю, потому что мне кажется, это не экологично. Это обман людей, зрителей, кто видит цифру и такой, типа, говорит, что. Все артисты, вот я работал с кем, это, то есть ты уже озвучил, вот с Лободой мы работали, Монатик Дима, Лорак, Алена Алена. Это все, все контент и все его, то есть скорее пиар в диджитале, я называю это так. То есть пиар здесь распространить, здесь чуть-чуть рекламы дать и так далее. То есть оно начинает идти все. И важный момент, классный продукт надо чуть-чуть поднять, он будет идти, а вот там, где плохой продукт, вот там накручивают люди. И это вот люди знают, потому что плохой продукт любой рекламой не поднимешь. Если он плохой, то он будет плохой. Но ты как человек, который понимает в маркетинге, в пиаре, принял участие в проекте Холостячка. И сразу все сказали, он по-любому пошел за пиаром туда. Ну, потому что объективной причиной, ну, денег там нет, понятное дело. Там никто тебе не заплатит 100 тысяч или 200 тысяч долларов, понятное дело, за участие. Ничего вообще. Ничего. Мужчине, взрослому по 30 лет тратить свои дни, время драгоценное на то, чтобы где-то светиться, ну, наверняка здесь должна быть какая-то цель, правда? Да, объясню тебе без проблем, Ксюша Мишина, цель. Развей мифы, потому что, ну, в сети, а ты знаешь, наверное, ты читал, что в сети несется? Что? По этому поводу, я тебе расскажу. О, скандалы и триггер-расследования. Картинку еще такую нашли. Да, нужно сердечко, и я проведу вашу свадьбу. Но получилось немножко по-другому. Тут только Элерт теперь, а не я, поэтому. Ну, там сердечко с Элерт. Заветно на втором игроке. Поменяйте картинку, скорее. Да, да, да. Хотя чести женщине это не делает. Когда? Не, ну, это шоу было. Что есть? Ксюша Мишина, знаю ее год. Симпатично она мне была. Давай будем так говорить. Ты ее год знаешь? То есть ты знал ее до проекта? Мы познакомились, я вел за кулисье шоу «Танцы зеркамы», и она была участницей. И мы как-то, я у нее взял интервью один раз, два раза какой-то был легкий флирт, а потом один из участников этого шоу мне сказал, что она замуж. Ну, типа, он видел, что мы там с ней, типа, тремся, я там плечо ей поглаживаю. Он говорит, ты знаешь, что она замужем, типа, вообще? Этот участник, я не оглашаю имя его, конченый дебил, потому что оказалось, что это неправда. А я тогда, ну, я, типа, ему верю, ну, типа, что он с ней, там, взаимодействует, в принципе, на площадке, думаю, значит, он знает. И я прикинул, ну, типа, у нее есть сын, она красивая девочка, значит, что у нее есть муж, мужчина. И я отступил, потому что не хочу разбивать семьи, не хочу разбивать пары, не моя эта история, я не играю. Я просто в один момент ушел. И потом увидел, что шоу Холостячка, Ксюша, я такой, тю, получается, это она, получается, не замужем, получается. И взял анкету, просто анкету, я писал тогда смс Грише, кто ведущий. Говорю, Гриша, мы с ним давно знакомы. Решечно. Хочу. Он говорит, чувак, ничем не помогу, вот ссылка на анкету, ну, типа, на кастинг. Иди. Я заполнил два раза, мне перезвонили, говорят, Zoom, давайте пообщаемся. Вы интересный тютипаж, интересный чувак. Кто-то меня знал еще, там, ну, из тех, кто там кастинг в теме, там, в Digital, где-то меня видит. То есть, я все равно видный чувак до проекта был сильно видный. Так, ладно, окей. Давай. На Холостячке наверняка самое интересное начиналось, когда выключались камеры. Камеры выключаются и понеслай. Расскажу об этом. Самое интересное начиналось в самом начале, безусловно, с первой, там, серии, шаг, первого интро, встреча. Самое интересное, ну, типа, не самое интересное, жизнь в коллективе происходила за камерой. Действительно, потому что мы жили с пацанами, 12 человек в доме, закрытом на протяжении двух месяцев. Реально это происходило. Мы, у нас забрали телефоны, у меня не было что читать. У меня была, типа, была книжка, и у меня хотели ее забрать, мол, типа, нет. А я читал книгу, я очень люблю читать книжки, просто. И я такой, типа, ну, как, бляж, что я вру? Не люблю я читать книжки, просто мне хотелось вот, мне читать книгу. То реально без телефона был две недели? Два месяца. Два месяца? Без телефона. Почти два, кто-то дольше, я был где-то чуть... А как это так возможно сейчас? Ну, бизнесу жопа пришло просто. Ну, меня нет на связи, у меня есть команда, сотрудники, ничего. Все равно стратегические вопросы я решаю. Я потом вернулся, то есть, шоу, четыре дня лежал, отходил, потому что просто не мог встать. Даже, то есть, физически свело спину так, не мог встать. Ну, типа, там, психосоматика, вот эта вся история. И потом начинаю разбираться, что там с бизнесом происходит. А бизнеса почти нет. То есть, у меня почти не осталось. То есть, настолько сильно два месяца сказались. И в этот момент я понял, что следующий мой бизнес, ну, в плане, то есть, digital бизнес, он продолжается. Просто, что такое нет? Было 20 клиентов, стало два. Все, отказался, взял паузу, передумал, не хочет, ждет меня. Тыры-тыры, клиент, сотрудник взял двух, там, 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 двух клиентов, типа, увел, то есть, ушел с ними. И еще сказал Андрей, мудак, ну, типа, вот эта вся история была. И я такой, типа, прикольдесно. Вот, много происходило за камерой, но в основном за камерой все было вне конкуренции. Не было вот это, типа, там, кто-то с кем-то батлился, там, конкуренция за женщину. Нет, мы все взрослые мужчины, это социум. И мы, это был пионерский лагерь. Мы просто общались, там, там, двигались. Какие-то у кого-то были тайны, кто-то же готовил свидание, кто-то там скрывал. Я, в том числе, там, подарки скрывали и так далее. Но основное, глобально, если взять как раз историю романтики, романтического шоу, то было все в камере. Раз, два, нас не пускали к Ксюше, если камера выключается. Вот стоп-камера, например, сейчас у нас. И я в этот момент не могу разговаривать с тобой даже. Желательно не смотреть. То есть я должен вот так сидеть, например, от тебя. То есть в номера никто не хотел, ну, там, пообщаться, винишку попить. Какое винишку? Назовем это так. Мы два месяца были, нет, ну, хорошо, пили. Ну, я, ну, винишка я люблю, поэтому какой вопрос. Не, не было никакого, это у нас, это, без этого, ну, типа, нету. То есть если отключается, например, там, камера и идет диалог, то в этот момент происходит, ну, типа, теряется, то есть основная суть. И поэтому так. Я считаю, что это правильно, на самом деле. Потому что если мы будем общаться и вне камер, то ничего не происходит. Ну, типа, в итоге будет скучно. То есть в камере будет скучно. И поэтому да. Но, ну, лагерь пионерский. Ты ждешь встречи, ты ждешь свидания, ждешь, чтобы Ксюша приехала в дом. Такой, такой готовишь подарки. Кто-то из пацанов говорит, да, вообще похуй, типа, вообще там. Вот так сидели, типа, ну, придет, придет. Когда придет. Ну, они улетали обычно быстро первыми. Кто-то говорит, я, це моя жинка, я ее добьюся. Я ее все буду, тоже сразу. Ты кого-то сейчас копируешь, мне кажется. Да, ну, типа, участие, кто будет смотреть, кто видел шоу, знает точно. Це моя жинка, я ее добьюся. Да, да, вот так. И сразу. И сразу до свидания. А кто был, типа, максимально, типа, ну, мы, в серии номер два или три мы приняли правило в доме. Что мы можем использовать все ресурсы, которые у нас есть. Свои, там, наработки, какие-то истории. Вот такая прическа была раньше. Но не можем ставить палки друг другу в колесах. Это правило дома. И там уже, типа, мужской диалог начался. Все пацаны сказали, окей, принято, все. И мы очень экологично провели проект. Сейчас с пяти участниками я... Лучшие друзья не могу сказать, это будет громко звучать. Ну, прям друзья мы с ними. Это Саша Элерт, это Андрей Рыбак, Женя Ковтуненко, юрист. И Илья Рыбальченко. Вот такая у нас четыре. И Леша Трегубенко. Конечно, он финалист. И я. Вот шесть человек. Нас, это наша такая тусовка. Мы всегда вместе тусим, вместе ездим, общаемся, созваниваемся. Делимся какими-то историями, там, женщины, что-то там происходит в жизни. У нас, там, такой созвон личный. Типа, не все вместе, это, типа, не экологично. Там, я говорю, Жека, прикинь, там, такая история, помоги, что делать. То есть, какие-то темы прикольные. Я такую штуку придумал. Давай. На следующую холостячку, знаешь, что сделаем? Возьмем двух скрытых геев, и после шоу, типа, у нас еще будет одна пара, они сойдутся. Какой ужас. Жесть. Это вот такой пиар-ход. Какой ужас вообще. Прикинь. По результатам проекта холостячка. Две пары. Андрей, да, и Юра поженились. Только не Андрей, давай какой-то Игорь. И не Юра, понятное дело. Я понял, сутки. Я думаю, что эти имена в том, на натуре. Потому что у нас так зовут. Типа, тонкая штука. Слушай, реально ты влюбился? Она тебе нравилась. Но, слушай, нравится, знаешь. Скажу. Влюбился, как конченый придурок вообще. Вот именно вот это вот так влюбился. То есть, все говорят, там, любовь. Не-не-не, я разграничиваю. Есть любовь, так, а есть влюбленность. Любовь, это то, что вынашивается годами иногда. То есть, типа, ты можешь, получается, что можно с женщиной там общаться, потом встречаться. Иногда кто-то там расходится, через полгода опять сходится. И вот так вот закладывается именно любовь. А влюбленность, это, ну, это скорее страсть. Сейчас в моменте. Это как, типа, похоже на любовь. И влюбленность перерастает потом через испытания, время, проходки каких-то этапов в любовь. Но это влюбленность. И я был, да, именно влюблен я был, как придурок. Именно вот поплыл. Я бы назвал себя каблук, блядь. Каблук. Чувак, который все, да, мур-мур-мур, я все тебе сделаю. Оказывается, бабам такое не надо. Нахер. Ну, не всем. Ну, не всем. Но тем, а вот я, ну, типа... То есть, оказалось, что она сильнее, она тебя подмяла? Я подмялся сам. Потому что была бы она слабая, ты бы не подмялся. Я подмялся сам. Думаешь, так это работает? Я сказал, я все тебе сделаю, все тебе, вот тебе арома палочки, вот этот, вот йога коврик. А давай, давай пообнимаемся, вот история про семью. То есть, тебе, блядь. А нужно было всего-то безлимитной карточкой? Ну, иногда молчать и говорить, мне надо семья, мне важна семья. И вот, да, тебе карточка безлимитная. Безлимитная карточка, хочу двух детей, а лучше трех. Ну, и тут момент еще химии. Потому что у них селлер, там сейчас Саша, у них химия. Вот чувак, который выиграл. Именно видно, что они прямо мур-мур, за ручки держатся, ушко целуют. Это именно вот, видно, что им нравится вот эта вот тема постоянно. И значит, что у них было. И это-то на самом деле считывалось где-то, я начал это считывать где-то уже с четвертой серии. Вот только хотел спросить, знал ли ты, догадывался, что у них уже что-то, какая-то есть симпатия? Она уже поняла, что как. Потому что, слушай, ученые доказывают все-таки, что когда встречается мужчина и женщина, когда она чувствует его запах, это вот так происходит. Ну, то есть, не нужно для этого, там, типа, три недели ходить, смотреть на него. Ну, то есть, ты сразу понимаешь, да или нет. А женщины так вообще, они сразу понимают. Увидел это. Увидел на первой вечеринке, когда, ну, его же выделили, он в конце, то есть, он последний получал уже розу, а ее не было уже в этой штуке, и она сходила, принесла ему, ну, то есть, была интрига вот эта уже. И я такой смотрю, думаю, понятно, блядь, значит, что этот чувак, вот, как бы он ее, ну, сейчас фаворит, вот так назовем. И потом я видел, что у них развивается общение, и видно, что она ждет с ним встречи. То есть, видно, что она именно вот хотела бы. И даже если посмотреть серии сейчас, что там же было как, мы делаем все предложения, кто куда идет, и она говорит, я думаю, что это вот этот вот человек. И она часто о нем говорила опять. То есть, это я уже после выпусков смотрю. Раз, два, где-то, а, у нас была общая встреча, это была серия, по-моему, у нас или, ну, короче, там, четвертая, что-то такое. Это был вечер талантов, мы все показывали, там, кто что умеет. И видно, вот этот вайп сразу был. Вот, кто, ну, вот, женщина сидит, типа, там, и мужчина. У нас тогда уже осталось человек 9, где-то вот так вот, 10. И она, ну, видно, смотрит на кого как. То есть, видно, что она смотрит на меня. Как, я же видел это, ну, как на, типа, кента. Вот, типа, ты там пришла, села, ну, руку положила. Так, это в этот момент я считываю все равно, как такое взаимодействие наше. Ну, я же выкупаю, что это как кент, типа. То есть, она же, ну, как-то так, мы там смеемся вместе, шутки гоним. То есть, это как такая дружба. А на кого-то, например, там, Сашу, она прямо, типа, вот, прям, прям сидит. И вот так вот, ну, типа, видно, что ее прямо аж носит. Мне окей, ну, типа, это и химия. И хорошо, что получилось. Хорошо, что она сделала этот правильный выбор. И она сделала, кстати, его сердцем. Я думал об этом. Есть выбор именно как раз мыслями и сердцем. Вот она сделала, в первую очередь, сердцем. И мысли тоже все окей. Но я всех женщин, кто нас смотрит сейчас, я призываю всех делать выбор с сердцем, блядь. А не вот это вот. Он, наверное, будет хорошим папой, потому что он такой внимательный, заботливый и забирает меня с работы. Да пиздец же это все. Этот чувак завтра перестанет это делать, и все. А когда любовь есть... Когда она трахается. Когда она трахается, получается. Ну, типа, как правило, это так бывает. Ну, реально, ну, послушай, объективно. Объективно. Бля, ты только что такой мне инсайд дал. Большинство мужчин реально хотят просто натрахаться с конкретной барышней. И за это вот они все это делают. Обычно там, типа, давай будем объективно, из моего опыта я буду говорить, 4-5 раз обычно это происходит. Ну, после 5-5... Ну, из твоего 4-5. Типа начинает уже такое, типа, вае, как бы уже такое спокойствие начинает. Она уже, типа, при мне пускай будет. Типа, вот такое было. Сейчас я по-другому устрою отношения, безусловно. И я, кстати, момент, сам отвечаю на вопросы, не буду отвечать. Я момент секса первого всегда оттягиваю в отношениях. То есть, мне, я все равно... Я оргазм оттягиваю, а ты отношения оттягиваю. Получается так. Вот, потому что мне в кайф, когда мы, я знаю девушку, допустим, давай, скажем, там, месяц. И за месяц у нас было с ней, там, две поездки, диалоги, ужины. Вместе сходили, и я ее чувствую. Мы там целуемся уже, все, но я чувствую ее. И тогда и секс охеренный. А не то, что взяли, первое свидание, сделал все, и потом 4 раза еще, и потом не звонишь просто ей. Многие люди в сети развели такую полемику, зная, что да ладно, там, договорняк, там, чуть ли не любимые ведущие из студии Квартал 95, побежда... Вот я это вот, честно, начитался, посмотрел, я понял, что у нас общество такое достаточно зависливое. И мне кажется, что какому-то количеству участников так тоже показалось. Какие-то были комментарии, разговоры, полемика, ну, это все в интернете я увидел. Скажи, как внутри было? Потому что снаружи это говорят люди, общество, мы уже поняли, завистливое. Как было внутри? Были ли у вас такие разговоры за кулисами, что, а вот он уже, ну, понятно, что, ну, вот он победил. Была история, что у нас на проекте есть сын директора СТБ. Один человек. А вы знали, кто это? Это Игорь. Ну, это типа шутку мы разгоняли, это не было так на самом деле. Шутка. Игорь, он этот, айтишник, он за шесть серий с Ксюшей говорил полтора раза примерно, ну, типа, и шесть серий продержался. Каким хером вообще? Я шесть серий, там, парное свидание, чуть в махач не попал, интервью, там, пресс-конференция, подарки, цветы, там, признаюсь в любви, ну, что уже влюблен. Все, типа, у меня шесть серий. И чувак, который шесть серий, просто такой, типа, ну, у меня не... Ну, типа, она ему говорит, а что ты... Ну, это сын мамины подруги, чувак. Вот, вот, и он такой, это очень смешно, и мы разгоняли его. Элерт, нет, это все было, ну, то есть, то есть, история равная. Я читал интернет, очень дохера написано, и про, там, знакомство до, и так далее. Я считаю, что это все неправда, потому что я четко увидел, что мы все-таки вступили в такой, ну, в такой равный диалог. То есть, не было такого, что кого-то, там, больше лоббируют, а кого-то нет. Типа, вот этому так, а так, а здесь так. То есть, четко я увидел, что я конкретно, что у нас у всех равные шансы, в общем. И не было, там, любимчиков, кого, там, чуть-чуть красили, там, делали бороду внимательнее, не было такого. Всем одинаково приходим, всем вот все, там, стилисты, там, сделали, одели, все, то есть, это вот так. Ну, и мы просто в очень классном общении. Саня охеренный чувак, мне он очень импонирует, и поэтому я, ну, я четко чувствую, что он такой, ну, чистый, он в плане вот такой четкий, прямой. Но если бы там было что-то, то это было бы ощутимо, потому что мы живем два месяца вместе, ежедневно вот так общаемся сутками. В любом случае видно. И там, и, кстати, в ходе проекта, это люди вскрываются, те, кто, ну, то есть, маски не выдерживают на проекте. Вот так, то есть, те люди, которые играли, даже кто смотрел «Холостячку», через 2-3 серии их вскрывали, прямо, типа, там. Чувак говорит, что он отец любящий, был такой чувак, оказывается, что он, там, отказ от ребенка и так далее. То есть, вот эта вся история была, это его жизнь, я не осуждаю, мне похер вообще. Но, оп, вот так скрывается, модели поведения там скрываются. Я вскрылся, как чувак, который просто конченый романтик, влюбился по уши, люблю, хочу, жесткий каблук. Мне кажется, это баб не то, что отпугивает, они такие вот, мне такие, что, блядь? Я такой, ну, пожалуйста, давай, я же так и в жизни проявляюсь, получается. Это же не то, что я, телек, это зум, это лупа, ну, которая тебя увеличивает и показывает вот это. Я такой смотрю, думаю, и получается, я так и в жизни, типа, я чуть ли не ною, я не боюсь это сейчас сказать, когда там что-то, типа, неприятно, там, что-то мы ссоримся, в плане, типа, я там, там, обижаюсь. То есть, я такой, стоп, блядь, не хочу больше так жить. И это, кстати, большой инсайт, после шоу я увидел себя в телеке, получил десятки тысяч комментариев разных. Чувак, ты искренний, горжусь тобой, ты пример, а вторые, ну, ты и додик. Ну, типа, вот, примерно такое разделение. И словил связь обратную, что... Что это додик? В том числе. Ну, это имею в виду, что с этим можно жить, нормальная история. Но я хочу менять это. Каждый из нас живет додик. Я хочу менять это, я хочу стать более таким, типа, чуть-чуть другим. А что надо делать? Психологи, работа с собой, спор. Это анквилизаторы? Нет, нет, это нет. Давай быстренько блиц с тобой, нужно, не задумываясь, отвечать на вопросы, прям, да, нет, не знаю, но не думая вообще. Давай. Да? Да. Простые, не очень, давай, поехали. Хочешь новую машину? Да. Деньги или слава? Деньги. Любовь или секс? Блядь, любовь. Был на нудистском пляже? Да. Папу или маму, кого больше любишь? Нельзя только сказать. Ты влюблен? Да. Часто врешь? Нет. Накручиваешь подписчиков? Нет. Петь или накручивать? Петь, конечно. Пробовал секс втроем? Нет, не было секс втроем. Присылал голый член девочкам? Не, стыдно. Хочешь быть знаменитым? Да. Деньги любишь? Обожаю. Изменял? Нет. Тебе часто врут? Блядь, наверное, да. Тебе изменяют? Было один раз в жизни в 20 лет. Деньги или слава? Деньги. Гордишься собой? Бля, конечно. Я класс. Ну, допустим. Ну, конечно. Вопросы из сети. Давай. Быстро. Если сможешь, вообще будет гениально. Тебе за это даже сделаю кофе. Давай. Многие говорят, что ты пришел за пиаром. Пиздеж. Так. Как думаешь, что тебе помешало дойти до финала? Каблук я, блядь. Каблук. Слабохарактерность. Она вас так оказалась сильнее. Каблук. Это именно вот каблук называется. Я хотел угодить. Я очень хотел Ксюше понравиться. Просто до пиздецов. Именно хотел. Это меня все и полностью. То есть, женщины. Женщинам это импонирует и нравится. Им хочется, чтобы так было. Но. Но мужчина завоеватель. Он не может быть угождающим. То есть, короче. То есть, ты сразу ей дал свои яйца по факту, да? Ну, это так называется. Блядь. Ох, как ты рассказал. Ну, наступила она каблучком на яйца. Ну, то есть. Я сам раз... Я говорю, на, делай. А я объясню. Вот, чтобы она тебе не сказала, ты бы сделал. Ты бы побежал, накнулся. Иди там, идем, прыгнем. Так она мне говорит, в шестой серии. Идем. Мой самый большой страх самолеты. Просто тупо, тупо боюсь их панически. Именно у меня аэрофобия. Боюсь летать. Потеют руки. Молюсь самолетом. То есть, прям страшно. И она мне говорит. Ну, что, привет. Сегодня прыгаем с парашютом. Я говорю. Конечно, да. Потому что, а внутри у меня... О, блядь, что? Нееет. Я представляю тебя, как ты ее выпихиваешь из самолета. Говоришь, а я тут побуду. И закрываешь дверь. Это очень страшно. Я выпрыгнул. Я прыгнул. Но это изменило мою жизнь. Переборол. Спасибо ей большое за это. Да, это изменило. В чем? Просто вселенная. Ксения Мишина меняет жизни людей. Так, продолжаем. Продолжаешь ли с ней общаться? Либо Элерт сказал нет, и все. Я чувствую, что Элерт так смотрит, когда мы там переписываем. Я чувствую, ну, то есть, его взгляд какой-то в ходе переписок с Ксюшей. Сейчас переписываемся раз, давай скажу, в 2-3 недели. Как дела? Какая-то тема или вопрос, или что-то там вместе придумали проект какой-то. Как дела, может, придумаешь? Вот так? Не, не. Я, кстати, ей сказал, после выхода серии, как раз я вылетел, вот, то есть, шестой. А я сказал, то есть, 6 из 9. Пусы. Сказал, что я ему прям очень благодарен. Спасибо огромное. Она изменила, ну, то есть, это было сообщение такой благодарности. Она ответила, типа, там, образно говоря, и тебе спасибо, и все. Вот, то есть, и после этого я ей там какой-то, да, сделал подарок просто символический из благодарности. И потом как-то еще расписывались, и все. То есть, ну, типа, вести диалог, типа, или дружить, наверное, нет. Зачем? Ну, типа, зачем мне дружить с женщинами? С женщинами я хочу спать, заниматься сексом, строить отношения, а не дружить. Зачем? Как сказал Oldory Bastard, если я с тобой не сплю, я с тобой даже разговаривать не буду. Биач. Это рэп, на котором мы выросли, кстати. Я почитал Wu-Tang, Oldory Bastard, переводы песен. Серьезно? Да, это ты, между прочим, слушал. Вот, что ты слушал, вот на чем ты вырос. А, у меня здесь зашито, получается, только на английском. И ты теперь это озвучиваешь, когда язык выучил. Да, Ксения, пишешь сообщение, небось там. Ксения, теперь ты поняла, что я лучше, да? Ну, прикинь. Ладно, ладно, окей, это все шутки. Я за то, чтобы они были счастливы. Я тоже. Вот, вы не совообщаетесь, но кто тебе ближе, Леша или Элерт, спрашивает подписчица твоя. Ближе. Финалисты. Ближе Элерт. Почему? Потому что он живой. Вот он, что мне импонирует в нем, он такой включенный, живой, веселая, такая энергия у него. Ну, типа, он такой, видно, что он такой в жизни, знаешь, он живет жизнь. Ну, как будто бы. Счастливый. Счастливый. Он такой радостный, легкий, такой, фум, фум. То есть, при том, что у него дочь уже взрослая достаточно, и чувствуется в нем вот это вот отцовство, чувствуется. То есть, что он такой все-таки ответственный такой вот. А Леша, он классный чувак. Я с Лешей прям очень хорошо общаюсь. Но Леха, он такой тяжелый, он такой, типа, предприниматель. Он такой, как мой старший, не старший брат. Он такой, у меня такие начальники в детстве были. Вот мне было там 18, я работал где-то, вот такие спокойные, борода идеальные такие, ходили, он так медленно ходит. То есть, он такой, в его жизни он классный, и по нему писается почти вся Украина. Я, блядь, так не умею. Как он это делает? А мне он кажется скучноватым. Я бы, ну, типа, мне скучновато так жить. Вот, но это, то есть, он строит бизнес, он там, доброе, я его в сторис стебал недавно, типа, мол, доброе утро, ребята, доброе утро, среда, среда, прекрасный день, все, классного денька всем. Вот такие у него все сторисы. Ты сейчас влюблен? Да. Не в Сеню Мишну. Не в нее? Не в нее. Ух ты. Она красивая, молодая? Я хочу, могу дать эксклюзив. Могу рассказать. Конечно, я ей фотку сейчас запрошу, как зовут? Не могу ничего показывать, нельзя. Не могу, нет, там, как ее зовут? А со своего телефона покажешь, чтобы я сказал, вау, или там, типа, нельзя. Не могу. А история какая? Вот два года, у меня в жизни есть женщина, вот два года. Мне она, получается, мы с ней общались, вот дружили, были отношения у нас с ней, в том числе, потом, то есть мы в таком этапе, дружба, общение, отношения, у нас вот такой вот цикл. И буквально недавно я осознал, то есть после проекта уже, я осознал, что я люблю ее. Вот у меня эта история случилась. И что случилось? Я просто понял, что я, это было на сеансе у психолога, на самом деле. В какой-то один момент, очередной момент, я себе сказал, что я просто люблю эту женщину, и все. И, да, и сейчас нахожусь в этом состоянии, вот, уже ей сейчас заявил об этом, что я ее люблю. Так и заявил. Я приехал, да, с цветами, говорю, слушай, я люблю тебя, я ничего не могу поделать, мы уже долго общаемся, знакомые. И, то есть она знает. Она старше или младше? Не могу. Ну, просто интересно. Не могу ничего. Ну, просто ты до этого рассказал про Каблук, и мне интересно, в итоге, кто же там. Ну, ты же можешь построить догадки в этом. В общем, вот такая история. И, то есть идет два года она, и вот, то есть сейчас, да, то есть сейчас, получается, я, опять же, не влюблен, я люблю эту женщину. А дальше, ну, будем смотреть, вселенная устроит это как, потому что очень, на самом деле, сложно. Наконец-то ты научился, что не нужно показывать личные отношения, потому что все сглазишь, испортишь и разойдетесь. Не нужно вообще афишировать, и более того, это делать все, все, все публично. Вот. Поэтому, собственно, и люди писали, а как же ты пошел на проект, если ты вот сказал, что любишь девушку? Я вчера пост выставил об этом. Дело в том, что я, что у нас с ней вот были отношения, опять же, в форме, это отношения, дружба, общение. То есть мы вот так вот плавали постоянно с ней, опять возвращались и так далее. И после проекта мы общались с ней, то есть не было ничего уже, и я просто понял в один момент, что вот, ну, это знаешь, вот, женщина жизни это называется. Да, да. Я понял, что это она, я приехал к ней с цветами, говорю, я тебя люблю, все, не могу с этим ничего поделать, люблю тебя. YouTube тренды, TikTok тренды, Instagram тренды, существуют ли они, или это миф, как ты считаешь? Расскажу. Instagram плохо все, что-либо там накручивать, покупать giveaway и так далее. Я чувак, который выкатал giveaway в их необычном, что такое, что такое, блогер говорит, что я дарю iPhone, иди подпишись на моих друзей. Да. Вот я участвовал в таких штуках, тестил на себе, можно так сказать. Эта тема прошла уже, то есть ее больше нет, это выгорание рынка, то есть плохо, то есть если взять Instu, плохо гивы, хорошо контент полезный и суперские все коллаборации. Я сделал весной за март 40 где-то коллабораций примерно с разными блогерами и Ксюшей Мишиной делал, в том числе там у нас с ней была коллаборация тоже. И мне говорили потом, что меня там видели, вот ребята, кто относится к телеку, что они видели меня там. То есть контент, коллаборации и реклама. Никаких гивов, вот это все, стоп. В TikTok снимать видео в день, то есть месяц минимум 30 видео. В тематике бизнеса, компании, человека в трендах. Смотришь ленту, смотришь, что сейчас смотрят, смотришь, то есть выбираешь максимальное количество там просмотров лайков, ну смотришь, что активно, там куча комментов. Берешь, снимаешь такое же к себе в бизнес, там если ведущий какая-то история, то есть чуть-чуть адаптируешь. Это в TikTok, никакой рекламы платной, ничего нет. И вот YouTube самое дорогое, самое жесткое, самое сложное. 4 видео в месяц, шоу, вот как сейчас это шоу, это охеренно. И рекламой наливать блогеры, рекламируют и так далее. Опять же, вот в самом начале был диалог о накрутках, накрутки не работают давно, это очень дорого, дешевле делать рекламу. Просто дешевле даже просто. Вот такие основные тренды. И суть, люди любят новые, новые темы, биохакинг, фишечки. И люди любят то, что будет таким сериалом для них, то есть что они могут тебя смотреть в сторис каждый день, открывать и видеть что-то новое, новое. Вот люди любят вот такую вот системность, поэтому это кто хочет. Кому делать нехер. Слушай, ну я хочу тебе отдельно сказать огромное спасибо за то, что пришел. Спасибо большое за просмотр. И пожелать, чтобы ты в новом году, в 2021, заработал свой первый миллион долларов. Хотелось бы. Да, хочется. А всем пожелаю, я хочу пожелать всем. То есть вы поняли, что еще не заработал миллион? Не заработал, нет. Откуда? Я же предприниматель. Я хочу всем пожелать, кто видит нас, смотрит, в первую очередь силы, потому что нужно, чтобы то, что сейчас происходит в мире, нужно это уметь, то есть управлять этим. Раз. Два, страсти, потому что то, что вы делаете, какие вас окружают люди, ваша жизнь, ну это страсть, это то, насколько вы горите этим. И три любви, безусловно, чистой любви, потому что именно любовь строит мосты, строит классные стены, строит дома, и все делается и заради, и во имя любви. И возникают войны. Всем пока.